Вы знаете, я очень надеюсь, что вопрос с Украиной в ближайшее время решится мирным способом. Мирным путем, что прекратятся вот эти кровопролития, убийства, ни в чем не повинных людей. Вы понимаете, ведь это же не имеет столь вот такого важного значения, да, там, из-за чего все происходит, почему, да. То есть, представляете, вот вечером семья собирается дома, да, вот все ждут отца домой, у него там трое детей в семье, пятеро, двое, один ребенок. И просто его ждет мама, там, девушка. И вот они сидят за круглым столом и ждут его дома, а он не возвращается. Сегодня не вернулся, завтра не вернулся. И представляете, вот так вот в каждой семье, да, какое-то просто огромное горе. А кто-то делит власть, делит деньги, да, то есть отстаивает там свои интересы. А у людей действительно горе, горе сильное. И это, ну, это словами не передать, когда брат идет на брата, когда человек убивает себе подобного человека, вместо того, чтобы любить его и защищать. Это просто вот, ну, это ничем нельзя обосновать вот такую вот жестокость вот этого вот насилия, вот это вот зверское, варварское отношение к себе подобному, к человеку. И я, ну, прежде всего, хочу высказать свои соболезнования семьям, которые вот потеряли близких, родственников, родных. И я очень надеюсь, что все-таки сердца людей, они растают. Просто вот упадет эта пелена, вот эта вот ужасная, да, вот с глаз людей. И этот вопрос, наконец-таки, сможет решиться мирным, мирным путем, без жертв, без кровопоролитий, без конфликтов. И я очень хочу, чтобы такого больше никогда не было. И я думаю, в первую очередь мы, все люди, каждый из нас, каждый-каждый должен максимум усилий к этому приложить, чтобы именно так и было.